МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа. Регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. То, что сделали сейчас, это, я не знаю, это красотища, как в сказке. Народные умельцы, жители 12-го микрорайона объявили акцию по благоустройству своих дворов. Были в крае среди казачьих районных обществ 44-х первые. Уроки мужества. В Анапе пройдет месячник оборонно-массовой и патриотической работы. Поздравляем всех с Крещением, с праздником всех! Крещение Господне. Как Анапа готовится к одному из главных православных праздников. В Анапе построят две объездных дороги и расширят дорожную сеть. Такие решения были приняты во время рабочего визита в наш город вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского. Глава Анапы Юрий Поляков показал заместителю главы региона основные проекты по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры на курорте. Первая точка на карте – Субсехский проезд, который сейчас готовят к реконструкции. Это станет первым этапом строительства автомобильной магистрали, соединяющей Субсехское и Анапское шоссе. Количество транспорта растет, поэтому строительство объездной дороги до улицы Мирной сейчас, по словам Юрия Полякова, крайне актуально. Для борьбы с пробками на въезде в Анапу, благодаря поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, уже есть решение по строительству кольцевой развязки в районе санатория «Россиянка» и дополнительной четвертой полосы на Симферопольском шоссе от будущего кольца до Анапы. Работы должны завершиться до начала курортного сезона 2019. Следующий объект, где побывал Анатолий Вороновский – подъезд к селу Витязева. Для того, чтобы разгрузить улицу Черноморскую, центральную магистраль села, необходимо строительство участка по улице Короткой до улицы Рабочей, который будет примыкать к улице Черноморской. Вот если мы этот километр 200 доделаем, мы разгружаем центральную часть Витязева, чтобы по улице Черноморской как можно максимально разгрузить. Если можно, Анатолий, рассмотрите, помогите нам с решением этого вопроса. Для населенного пункта это очень важно. Вице-губернатор эту инициативу поддержал. В ближайшее время службы Анапы займутся подготовкой проектно-сметной документации по данному проекту. Анатолий Вороновский отметил, что в целом администрация Анапы успешно работает над решением острого вопроса с заторовыми ситуациями на дорогах курорта и пообещал содействие Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края по ряду проблем. Также в ходе объезда территории глава Анапы и вице-губернатор побывали на нескольких участках, где обильные осадки последних дней вызвали подтопление во дворах и огородах жителей. Весь водосбор идет сюда, две реки сливаются, Макскага и Котлома, и они переходят в Анапку. И вот этот весь сбор, чтобы понятно было, общая площадь водосбора составляет 289 квадратных километров, почти 300 квадратных километров. Подтвердился наш прогноз, вода начинает обходить. Уже на 10 сантиметров нам заняться. Хутор «Рассвет» и станица Анапская находятся на особом контроле у городских оперативных служб. Анатолий Вороновский подчеркнул, что мониторинг ситуации должен быть круглосуточным до полного схода поводковых вод. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа. Регион. «Единая Россия» подвела итоги работы и наметила планы на будущий год. Анапское отделение партий накануне провело конференцию. На мероприятии присутствовала и наша съемочная группа. За прошедший год был реализован ряд важнейших партийных проектов. Одно из направлений – это развитие детского спорта в Анапе. Константина Постолиди – местный координатор проекта. Главная цель – вовлечение молодежи в массовый спорт. 2018 год стал для Анапы знаковым. Анапчане одержали ряд серьезных побед на мировых состязаниях. И количество желающих заниматься спортом неуклонно растет. На базе общеобразовательных учреждений работает 28 спортивных клубов, деятельность которых осуществляют 89 специалистов. Общее количество занимающихся – 4 423 человека. Работа данных спортивных клубов направлена на пропаганду здоровых образов и жизни детей и приучение их к систематическим занятиям спорта. О работе партийного проекта «Народный контроль» доложил координатор, заместитель главы города Эдуард Балмышев. В курортный сезон в Анапе особенно обостряется ситуация с незаконной торговлей. Но особое внимание – это продажа контрафактного алкоголя. Благодаря внимательности местных жителей, неравнодушных граждан и общественников, борьба с такими нарушителями приносит свои результаты. Сотрудниками полиции за 2018 год составлено 215 административных протоколов, предусмотренных статьями КОАП РФ. В рамках административного законодательства изъято более 20 тысяч литров алкогольной продукции. По сравнению с прошлым годом количество протоколов и изъятой продукции уменьшилось. Это связано с изменением административного законодательства в части повышения штрафных санкций, что повлияло на снижение фактов незаконной продажи алкогольной продукции. Также на конференции обсуждались вопросы по единому дню голосования. В двух сельских округах пройдут выборы местных депутатов. Продолжится работа на объектах, которые включены в реализацию проекта «Городская среда». По итогам конференции однопартийцы единогласно утвердили отчеты по работе за 2018 год. Координаторам и представителям общественных советов необходимо разработать план реализации проектов в 2019 году. Срок исполнения до 10 февраля. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа-регион. Многие проекты становятся своего рода катализатором для дальнейшего развития территорий. Пример тому программа формирования комфортной городской среды. В Анапе в рамках этого проекта была богоустроена 6 дворовых территорий и одна общественная – сквер-строитель. Теперь вокруг новой зоны отдыха развернулось целое народное движение. Энтузиасты из числа местных жителей продолжили богоустройство 12 микрорайона теперь уже своими силами. 5 тысяч квадратных метров благоустроенной зеленой парковой зоны – вот что такое сквер-строитель сегодня. Безопасное покрытие и новые качели для детей, лавочки и столы для взрослых. Ход работ по реконструкции сквера контролировал личная глава города. Средства поступили из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Теперь детвора наконец дождалась зимней погоды. Это уголочек наш райский. Мы здесь отдыхаем. Какая аура здесь. Никаких машин. Это и то, что сделали сейчас, это я не знаю. Это красотища, как в сказке. Появление нового сквера стало хорошей мотивацией для жителей. Один из местных умельцев даже вырезал из дерева настоящий кошкин дом. Мурка как полноценный член семьи. Редко кто пройдет мимо домика без угощения. Сквер строитель, наше детище, которое превратилось в такую красоту. Результат у нас налицо. Новая спортивная площадка у нас. Новые тренажеры у нас здесь. Новые аттракционы детские. Мамочки, бабушки, дедушки очень довольны. Очень много лавочек, урны. Обрезку деревьев сделали. Много саженцев хороших посадили. В общем, просто мы благодарны администрации за такую большую оказанную помощь. Наталья Ключникова заражает своим примером даже детей. Она обладатель специального приза от городской администрации «Сердце людям отдаваем». Вместе с неравнодушными жителями микрорайона руководитель ТОС номер 27 уже в этом году планирует облагородить зону отдыха во дворе так называемой Китайской стены. Строитель лишь отправная точка по благоустройству всего 12 микрорайона. Вот эти старые тополя им по 40 лет придется кронировать. Покореженные временем и вандалами лавочки заменить. Старые турники покрасить. Народную тропу вдоль детского сада «Солнышко» покрыть тротуарной плиткой. Пару лет назад тут были изменения. ТОСовцы заняли первое место по краю и на полученные средства поставили ворота, положили плитку, соорудили крытый тренажерный комплекс для взрослых, оградили зону от проезжей части. Комфортная среда – не только социально значимая программа, считают жильцы микрорайона. Это еще и проект добрых дел, где помочь может каждый желающий. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Честование ветеранов Великой Отечественной войны, уроки мужества в казачьих классах, показ патриотических фильмов, программа мероприятия оборонно-массового месячника довольно обширна. Стартует он на следующей неделе, 23 января. Подробности в нашем материале. Здравствуйте, братья казаки! Здравия желаю! В этот день в зале собрались не просто педагоги, казачьи наставники. Дисциплина и уважение традиции – к этому здесь особое внимание. Подготовка к краевому месячнику обороны массовой и патриотической работы – задача очень ответственная. За один месяц предстоит охватить почти 2500 казачат. В Анапе 100 казачьих классов и групп. Только в пятой городской школе 4 казачьих формирования. За последние 10 лет анапчане добились высоких показателей. Анапский район на протяжении 10 лет занимается этой работой. У нас есть показатели, результаты. Были в крае среди казачьих районных обществ 44 первые 4 раза. И один раз второе место занимают. Вместе с нами, радостник нашей, занимается с детками управления. И помогает нам проводить это мероприятие. Управление образования, управление по делам молодежи, родительский комитет школы и казачьих классов. Это и учителя наши, им огромнейшее спасибо. Ну и соответственно и казачество, казаки-наставники, атаманы, хуторов и станицы. А пока взрослые планируют, дети во время месячника смогут получить массу новой интересной информации. Посетить краеведческий музей, сходить на концерт казакам, в гости к ветерану войны, побывать на экскурсии в героическом Севастополе и даже порисовать. В конкурсе «Стенгазеты» к 23 февраля в прошлом году приняло участие только 28 классов и 100 формирований. В этом году желательно приобщить всех казачат от 1 до 11 класса. Занятие с детьми не только в легкой игровой форме. Конкурсами и викторинами не ограничатся. Ребят ожидают силовые тренировки. Новшество этого года по итогам месячника обороны массовой и патриотической работы в Анапе выберут лучший казачий класс. Примут участие все юные патриоты. Само же мероприятие стартует уже на следующей неделе. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Остаются считанные часы до наступления одного из главных православных праздников – Крещения Господня. По традиции, тысячи анапчан примут участие в обряде купания. Только вместо проруби и Ордани у нас принято окунаться в море. И к этому уже практически все готово. Сегодня оперативные службы проверили места, где пройдут крещенские купания на предмет безопасности. На одном из таких объектов в Малой Бухте побывала и наша съемочная группа. Малая Бухта – излюбленное место жителей и гостей города-курорта Анапа. На Крещение сюда приходят окунуться в воды Черного моря до полутора тысяч человек. Считается, что в ночь с 18 на 19 января вода обретает чудотворную силу. После омовения очищается душа и прибавляется здоровье. Но чтобы массовое место купания было безопасным, его необходимо тщательно проверить и подготовить к эксплуатации. В море штормило, накидало очень много мусора, веток, деревьев, комки. Ну вот ребята у нас занимаются уборкой до конца вечера. Думаю, что полностью уберем пляж. А вот у специалистов аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» задача более сложная. Им необходимо визуально обследовать дно моря. Там не должно быть никаких предметов, которые могут нанести травму купающимся. Сегодня они проверили порядка 300 метров прибрежной полосы. Виталий Жердяев работает в этой организации уже порядка 10 лет. Он уже точно знает места, где может оказаться скрытая угроза. После летнего сезона остаются веревки, канаты, какие-то там рыболовные крючки. Ну и вот такое все, что остается от отдыхающих и от деятельности сезона. Праздник крещения – это долгожданное событие, которое многие ждут с нетерпением. Виктор Сапко приехал на отдых из Казахстана. Сейчас там стоят морозы. Сегодня он специально пришел сюда, чтобы осмотреть место и принять участие в вечернем обряде. Для него крещение – это двойной праздник. Завтра у меня день рождения. И всегда в этот день я окунаюсь. Это день святой, это день праздничный, это день моего рождения. Поздравляю всех с крещением, с праздником всех! В Малой бухте задействуют 16 спасателей, 2 единицы техники и одно плавсредство. Также специалисты Кубань-Спаса установят световые башни. Кроме этого, посты выставят на центральном пляже и пляже в станице Благовещенская. Дежурство будет вестись с 20 часов до 2 часов ночи. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа-регион. И хорошие новости для тех, кто решил все-таки окунуться в этот день в море. Сейчас температура воды растет. В акваторию Анапы пришло теплое течение с юга. Сегодня ночью температура морской воды составит 10-11 градусов тепла. Но медики предупреждают, нужно соблюдать все меры предосторожности. В крещенске Кубанье очень важно трезво оценивать свои силы. Каждый человек, у которого имеется заболевание головного мозга, сейс-социальной системы, должен найти для себя другое занятие в эту волшебную ночь. И те, кто все-таки решатся на омовение, на купание, они должны подойти к этому очень серьезно. Никаким в случае недопустимо принятие алкогольных напитков перед купанием. Если вы решите потом уже в теплой дружеской обстановке после купания что-то употребить, тоже меры разумного должны соблюдаться. Очень важно подойти ответственно к купанию. Купание должно осуществляться в местах, которые определены. Потому что если с вами случится какая-то беда, должен рядом находиться тот, кто поможет. Должно быть оборудование для того, чтобы вас можно было извлечь из воды. Очень важно сразу после завершения омовения выйти на сухо вытереться и лучше одеться в подготовленную теплую одежду. Потому что самое неприятное, что может произойти, это перехлаждение именно на сквозняке мокрого тела. Все выпуски новостей вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое.